Воу-воу-воу, а перед началом этого ролика позволь я задам тебе один небольшой вопрос. Скажи, тебе нравится находить золото в Майнкрафте? К сожалению, в Майнкрафте не так много редких ресурсов, поэтому мы сделали свою собственную игрушку Epic Mine. Установи Epic Mine по ссылке в описании и уже сегодня ты найдешь свое первое сокровище в заброшенной шахте. В Epic Mine ты сможешь собрать свою собственную коллекцию редких кирок, добраться до центра земли и узнать, что же такое спрятано в сундуке богов. Да нет, правда, как думаешь, что там такое? Ссылка на игру в описании. Да блин, сколько уже можно их ждать? Ребят, ребят! А, да-да-да. Ну что, уже готово? Все, уже готово, пойдем-пойдем. Высохло что ли? Вау! Офигеть, значит все-таки синий. Класс! Ну ты мастер! Как будто с завода. И фары вставили! Да, только они пока не горят. А откуда вы их достали-то, фары? Да, там поскребли по сусекам, здесь поскребли по сусекам и нашли пары. Ну слушай, Димон, поздравляю! Как новенький! Реально можешь гордиться им. Че, механик, как тебе? Красава. Да я уже до речи потерял. Хе-хе-хе. Как-то я был юночный в таком-то состоянии. Всю ночь с ним провозились. Пришлось даже... Ты же понимаешь, что в этих боксах он не вылазит? Пришлось даже тент растягивать, чтобы красить его вот здесь, на площадке. Да я и понял. А еще когда строители приперлись-то что-то строить, я вообще офигел. Ну ладно, главное, что мы это закончили и... Блин, ребят, а если вы такие мастера покраски, может и мне ту же жигу покрасить, а? Пожалуйста, пожалуйста. Я давно очень хочу. А как ты хочешь ее покрасить? Она у тебя же крашеная и так. Не-не-не-не-не-не. Знаете что? Вы играли в такую игрушку Need for Speed. Most Wanted. Need for Speed? Ты конечно играли, о чем речь? Вот, помните там BMW такая была, бело-синяя? Да, в самом начале создавалось. Хочу такую же жигу, а? Как вам идея? Такую же жигу? Ты хочешь жигу такой же раскраски? Ну да, такую синий-белую, типа такие полосы синие. Вообще, думаю, будет огонь. Ну, в целом можно, конечно, для этого нам бы изоленту, ну, чтобы линии намутить. Так, ну, у меня изоленты нету, может у вас есть? Перекрасить. Так, сейчас посмотрим. Ну, в крайнем случае, я думаю, а, ну, отлично. Если что, я думаю, тут на этой мастерской есть изолента. Так, ну, блин, конечно, потом еще колес надо будет поменять. Ну, в целом, я думаю... О, о, колес... Что? По поводу колес, Нюкин, у меня есть что тебе сказать. Ну-ка, погоди, я сейчас скажу и принесу. Чего, и колеса что ли мне покрасит? Ну, вообще, да, я думаю, можно, знаешь, диски в черных. Хотя, нет, лучше в чисто белые. В НИСФАСПИД там они вроде белые были, чисто такие белые, белоснежные. Та-дам! Хо-хо-хо! Держите. Какая себе, колеса настоящие? Да, это колеса, диски и шины от настоящих ПЛО. Офигеть! От Бэхи колеса! А как они сюда поместятся? Ну как, японские же влезли. Тут это арки-то увеличенные. Сняли лакера всякие, чтобы не мешалось. А, ну, в таком случае, все пойдет тогда, я думаю. Если что, мы как-нибудь пропихнем их туда. Что тогда покрасьте и заодно и колеса, может, поставите? Я думаю, вообще будет бомба. Ладно, сделаем, сделаем. Хорошо, на, вот механик. Ты мастер по колесам, хватай колеса. Так, тогда ключи. Держите ключи. Ну что, тогда получается в этот бокс загоняем, да? Не, ну вы же не хотите, чтобы я опять ее в гараж загонял? Ой, я после того случая, когда я тут валялся вот тут и нюхал бензин из-за этого. Ну, в целом, можно было бы еще, конечно, попробовать разочек тебе завернуть. Ну, давайте. Тогда как загоньте, скажете, ладно, я подойду. А, хорошо, иди подыши свежим воздухом, покупайся вот там в речке. Короче, найди, чем заняться, мы позовем. Окей. Ну, вроде вот. Ну, отлично, тогда все, тогда я сейчас за краскопультом сбегаю, помогу вам заодно. Не-не-не, нюхим, нюхим. Не-не-не, нюхим, нюхим. Чего? Да ладно? Да мне неудобно, вы мою машину красите, а я буду в стороне стоять, ну вы чего? Иди, подыши воздухом там, походи, погуляй. Мы все сделаем, не переживай. Да я в гараже подышу воздухом, заодно и посмотрю, как вы там красите. Там сейчас будет краской вонять, у нас, видишь, маски, все, мы дышать будем сквозь снег. Ай, блин. Очки заняплю еще. Ну, ладно. Позовете-то, да ладно? Конечно, конечно, позовем. Да-да-да, позовем. Блин, да че ж такое? Так давно я хотел посмотреть, как машины красят, и вот ни разу мне не получается это сделать. Постоянно меня выгоняют, блин. Ах, не повезло мне, нюхиму. Ну ладно, ладно, может как-нибудь можно сюда залезть? Чего-нибудь сейчас придумаю. Эй, мужик, мужик. Не знаешь, как туда пролезть, как-нибудь посмотреть? Может, какое-нибудь окошко есть еще? А, молчит, как партизан. Думай, нюхим, думай. Так, точно. У каждого, у каждого такого здания, по регламенту, должна быть пожарная лестница. А, значит, все, что мне нужно, это ее найти. Все, побежали. Где-то здесь она должна быть. О, а вот и она. Гениально. Ну что, залезаем. Опа. Я хоть и не акробат, но на крышу залез. Опа. Так, это лючки какие-то вентиляционные. Ну, это соседний бокс. А вот и мой бокс. Вот моя жига стоит. Точно, точно, точно. Вот она, красавица. Да, вон ребята там. Блин, реально какой-то дым оттуда идет. Ух, возможно, они правильно сказали, что надо оттуда выйти. Осторожно только. О, а заодно и послушаю их секретики, как все это делается. Может, что-то новое узнаю. Точно, ну-ка. Надо повнимательнее слушать. Что? Лимон, что? Ну, слушай, может, расскажем ему о Рудике и о его деле? Да ну ты что, брось. Сейчас расскажем, он уедет вообще от нас и будем мы вдвоем опять ходить с тобой гулять. Это как-то не по-человеческий механик, так. Да блин, какой фига. Нет вот такие секреты. Димон, забей просто. Забудь об этом и все. Потом он узнает, как время придет своим детям. Не надо сейчас ничего говорить. Чего? Что-то мне лежит у меня к этому душа. Ой, да брось. Занимайся своим делом и все. Веселимся. Веселимся. Какое-то это веселье с душком получается. Мать, ты как обычно. Ну что, про моего деда что ли знает? Да вообще, забей. Вой дед никуда не денется. Что за крыса? Они тем более с Рудиком друзья. Если захочет, пусть сам Рудик ему рассказывает все. Та-дам! Смотри, никем, какая жига! Да, мы постарались. Так ты же такую хотел, да? Кем? Че молчишь? Че молчишь? Такую хотел? Так, ты, сволочь, получается, знал все, да? Козлина. Ты же сказал такого синего цвета, как из НФС. Я все слышал. Давай не отнекивайся. Урод. Я тебе верил, сволочь. Да, да, че думал? Не узнаю никогда, да? Ты о чем вообще? О деде своем. Ты ублюдок, блин. Механик, вот урод. Надо было тебя мажором отдать, чтобы тебя отхреначили. Да, блин. Нафиг. Все нормально, все нормально. Козлина, как ты мог, а? Как ты мог? Я тебе верил, как другу своему. Ублюдок. А ты, Димон? Ты, ты, че, не мог мне сказать? Нет, все нормально. Я думаю. Еще у тебя язык поворачивается так болтать со мной. Не живай. Вот ты тварь, вот ты тварь. Все, уже сошлись в машину и поехали в гараж кататься. Пошел ты нахер, бомжар, ты мне теперь больше не друг. Я тебя своим хлебом кормил последним. Ты, ублюдок. Да подавись ты своим хлебом, козел. Ах, вот так, значит, да? Если ты мне хлеб дал, то все, теперь тебе можно. И то, что тот Машоров меня спас, тоже можно. Ты много чего не знаешь, так что нечего здесь из себя строить. Какого-то супермена, блин. Че, Димон, ты его поддерживаешь, что ли? Ты типа за него, да? Я в это лучше не буду лезть, нет. Я умываю руки. Да пошел он, пошли вообще от этого нюкема, хрюкема. Все, сваливаем. Счастливо оставаться тогда, Димон. Я в тебе разочаровался. Пошел сам в жопу. Ублюдок. Придурки сраные. Крысы! Да иди нафиг. Чтоб ты сдох. Что еще там кричит? Ладно, погнали. Вот какие все-таки люди гнилые бывают, оказывается. Я ему верил. До последнего верил. Думал, что он мой друг. Димон тоже хорош, блин. Мог бы рассказать все. Хотя бы смс-ку там написать. У меня же телефон был. Или как-то намекнуть хотя бы. Ну, как так можно поступать с человеком? Ведь они знали, как я своего деда ищу. Как... Через что мне приходится пройти, чтобы его найти, своего дедушку. Последний родной человек на свете. А они и так со мной. Блин, даже сейчас как-то насрать вообще, что мне и Жигу покрасили, как я хотел. Потому что колеса, буквально колеса моей мечты. Классные, конечно. Ну, блин, какие нахер колеса? Какая нафиг Жига? Когда друг оказался с крысой. Ай, ладно. Это пока мне пригодится. Так, чё делать, чё делать? Ну, получается... Чё делать, блин? Муравью, крем, приделать. Ай, походу, единственный, на кого я могу положиться, это Рудик. Ну, ладно, тогда поедем к Рудику. Хоть ему можно верить. У него, конечно, интерес ко мне исключительно корыстный. Зато, походу, честный. И... Да, он же... Он же ляпнул, что, оказывается, Рудик-то... Друг моего деда. Друг Рудик неспроста со мной так... Цаскается. Может, он всё-таки что-то знает? Точно. Всё, решено. Надо ехать к Рудику. Субтитры сделал DimaTorzok